Гипотетика дедуктивна, требует отказа от этого математического идеала строгости, простоты, ясности, однозначности. Этот метод чревает вероятностным мышлением. Возможность вероятностного подхода в нём заложена. Она ему соприсуща, она ему иммуненна, это вероятно. Вот эта возможность. А что такое вероятностный характер законов? В вероятности это, мы будем говорить специально, чтобы понять, что одно дело однозначности, а другое дело вероятность. Разная ценность на наполнение в этих словах. Наконец, последний момент, связанный с физическим идеалом, это связь гипотезы с проблемой прогноза. Гипотеза, да? Я выдвигаю гипотезу, и она тогда хороша, когда она обладает прогностической силой. Точнее, ваше выражение, прогностическая сила. Или предсказательная сила. Эта гипотеза обладает хорошей предсказательной силой. С помощью этой гипотезы мы предвидим какие-то явления, и очень здорово, когда это предвидение сбывается. Вот это, знаете, какая это радость для ученого. В этом имеется несомненно эстетический момент. Когда прогноз сбывается, мы испытываем эстетическое удовлетворение, потому что наша схема сработала. Она построена правильно, она построена красиво. Но проблема прогноза, она сейчас претерпевает колоссальный кризис. Вы знаете, вот, будет специально в этом разговор, вот синергетика, да? Синергетика, которая вводит принцип нелинейности мышления. Что такое нелинейность? Вот. Линейность — это развитие по одной цепочке. Ну что, тут очень легко прогнозировать, да? Вводишь гипотезу в эту цепочку, и, если ты разобрался в ее структуре, ты будешь автоматически происсказывать будущее состояние системы. А если система нелинейная, вот, может, она в эту сторону пойти, может, в эту пойти, так? Произвольно меняет свои направления. Какой здесь прогноз? Прогнозируемость — это вообще сейчас одна из самых больных проблем науки. Хорошо. Кратенько скажу о гуманитарном идеале. Все-таки я вот хочу в этот раз исправить эсимметрию своего курса и побольше вам сказать о методологии гуманитарных наук. Вот скажу следующее. О гуманитарном идеале. Если говорить про математику, если говорить про естественное знание, то мы видим, что в классических вариантах этих наук роль субъекта равна нулю. Я понимаю большую проблему, и сейчас я ее только коснусь. Вот. Я ученый, я субъект. Я наблюдаю мир. Я его описываю и объясняю. Для классической науки субъект — это помеха. Не должно в теории присутствовать твое «я», не дай Бог. Полная иллюминация субъекта, полное его устранение с картины мира. Картина мира должна быть объективной. И ты не должен относить в нее какие-то свои возмущения. Объективность. То есть отсутствие каких-либо влияний со стороны субъекта. Ну, вы, конечно, понимаете, что Ньютон был великим физиком, что Ньютон был яркой личностью. Но мы не можем сказать, что сгон современного дикотения несет для себя печать личности Ньютона. Правильно? Никак, да? Этот закон, он, конечно, нечто бесстрастное и безличностное. Правильно? Вот законы, да? Они никак не отражают характер своего первооткрывателя. Правильно, да? Вот как раз в гуманитарных науках все наоборот. В гуманитарных науках главная — это активная роль субъекта. Активная роль субъекта. И сам этот субъект трактуется не так, как в других науках. Как в науках математического или естественного цикла. Но под субъектом, прежде всего, понимается человек как носитель разума. Главное. Субъект — это высокоразвитое, высечее существо. Разумное существо. В гуманитарных науках принятие субъекта включает в себя наши чувства, наши желания, наши интересы к пирамиду ученого. Его привязанности, его идещенкразии. Короче говоря, в гуманитарных науках крайне важна личность ученого. Крайне важна личность ученого. Ну вот, его пример. Их масса. Но вот я беру пример очень такой популярный. Великий наш русский ученый-гуманитарий Михаил Михайлович Бахтин. Создал учение о диалоге. О том, что культура, культура, она вот не может без диалога развиваться. Монолог — это смерть для культуры. Культура диалогична. Создал учение о карнавале замечательной, о карнавале культуре, которая универсирует ценности, переворачивает вверх и вниз, богатство и бедность, и так далее, и так далее. Но, знаете, вот, все эти идеи неразрывно связаны с личностью Бахтинана. Вот он их излагает, излагает их по-своему. Свои идеи он излагает по-своему. Это не автология. Я говорю, то, что надо говорить, так? Нам интересны его идеи, нам интересна личность ученого. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Конечно, прекрасный текстолог. Конечно, сноток революционной литературы. Но, вы понимаете, когда мы читаем статьи Лихачева, самые специальные статьи, да, мы видим этого великого русского интеллигента. Мы не можем никак вот, ну, элиминировать его личность, присутствие, незримое присутствие его личности. Этого нет, когда мы изучаем период относительности, или когда мы изучаем физику ядра. В изложении этих прекрасных теорий личность ученого никак не зафиксировалась, никак не закрепилась. А здесь она играет громадную роль, естественно. Вот. Конечно же, в гуманитарных науках огромное значение имеет понятие ценности. Это тоже особый наш разговор впереди ждет, так, особая тема, аксиология наука. Ну, вы понимаете, что ценности не субъективны, ценности связаны с человеком. Хорошо. Вот я вам кратко обрисовал три типа идеалов, три типа стандартов. Хочу сказать, что эти стандарты себя хорошо показали. Ну, вот я обещал быть критиком, обещал держать лидерскую линию, и поэтому, завершая данный раздел, я скажу следующее. Вот когда давали сбои эти идеалы, вот, к примеру, сбои, когда они вводили в тупик, или заводили в тупик. Математический стандарт, математический идеал. Вы знаете, сколько есть сейчас теорий графоманских, графоманских теорий, да, и имеющих великолепный математический аппарат. Вот я обожаю Эйнштейна, хотя где-то я пытаюсь его преодолеть. Сколько есть ученых, которые спорят с Эйнштейном очень грамотно используются математический формализм. Пожалуйста. Сложнейшее уравнение, изощренные формулы. Математики знают, они его, так сказать, умеют это эксплуатировать, но за этими теориями ничего не стоит. Это шелуха, понимаете, да. Но смотрится солидно. Ведь математика, она может обслуживать пустые вещи, понимаете, да. И это опасность. Это то, что называют натурофилософией, да. Это когда вот какие-то вымышленные конструкции, да, заведомо вымышленные конструкции еще вот оснащаются математическим аппаратом. Ну вот сегодня очень много говорят о рафа народа полях. Торсионные поля. Лечит торсионными полями, да. Честно говоря, это ахинея, понимаете, да. Хотя аппарат вот, замечательный аппарат. Хорошо. Извините в физическом стандарте. То я скажу вот следующее. Вот физический идеал, физический стандарт. Установка на проверку в эксперименте. Как это установка, да. Опытное подтверждение. Опять-таки, пока мы вернемся, когда будем обсуждать прямую верификацию, ну вы понимаете, да. Как это здорово, когда есть эмберические подтверждения. Пожалуйста, берем астрологию. Вот я ее люблю, как поэт, люблю астрологию. Собрал литературу, задавая по ней с юных лет. Астрология имеет массу и эмберические подтверждения. Массу. И такие убедительные, такие, я бы сказал, ошеломительные подтверждения. Ошеломительные подтверждения. Ошеломительные подтверждения. Астрология предсказала все точно. Попала в яблочко. Я должен сейчас и признаться, что любя астрологию, я считаю ее лженаукой. Это миф своего рода. Миф очень красивый. Космос влияет на человека. Да, конечно, влияет, но не настолько для того, чтобы определять день нашей свадьбы, день нашего развода. Характер нашей супруги и так далее, и так далее. Это наивно, хотя эмберические, знаете, вот какие-то эмберические загримерности здесь есть, и эти эмберические загримерности обнаруживаются в статистике. А астрология имеет хорошую статистику. Если говорить про гуманитарные идеалы, про гуманитарные стандарты, то вот здесь тоже были сбои. Это не связано или с чем? Когда в гуманитарных науках начинает доминировать та или иная идеология. Идеология. Огромная опасность. Вообще не вся без идеологии, так или иначе есть, но вот если идеология становится тоталитарной. Вот смотрите, гуманитарные науки в годы советской власти, да? Вот. Идеология, марксистская и ленинская идеология. Все должно отвечать научному коммунизму. И знаете, сколько же вообще ерунды написано по этому поводу. Великие ученые, Лосев, Алексей Федорович, да, начинают работу. Владимир Ильич Ленин в такой-то статье писал следующее. Нашешаемая досылка на Ленина. Она не пустая, да, вот эта ритуальная отдача. Я помню, свою литературу защищал, и там как будто 26-й съезд КПСС. Ну, моя диссертация никакого отношения не имеет к КПСС. Это была диссертация на тему исследований как космоса. Вот я обязан обязан поддапливать идеологию. Ну, ладно, это безобидно. Вот, на, тебя швырнул там кусок, заткнись. А ведь сколько оно было испорчено из-за кознания. Правильно, да? Литературоведение, философия, они были искалечены идеологией. Четокументарные науки, они вот не имеют иммунитета против этой идеологической заразы. Не имеют, надо прямо сказать. И могут нас завести в страшный тупик. Ну, вот я очень такой важный раздел я закончил лекцией, да? Объявляю перерыв. Наметим основные линии критики, критики классических стандартов, классических идеалов. Ввожу понятие антифундаментализм. Антифундаментализм. Альтернативное понятие. Антифундаментализм со знаком минус. Вот обратите внимание на то, что слово основание, обоснование, обоснование, оно, это, эти понятия, эти понятия основания, обоснования, фундамент, начало, предполагает некоторую статуарность. Что такое статуарность? Это то, что неподвижное, это то, что хорошо закреплено, зафиксировано. Основания не могут быть динамичными. Это жесткий каркас. Так вот, эти основания стали зыблиться, клепаться, когда внукову вошел принцип развития. Принцип развития. Так. Развитие это то, что не статуарно и не стационарно. Развитие предполагает перемены, внутренние переструктуройки, внутреннюю переструктурализацию системы. Можно сказать, что сегодня вот эта фундаменталистская парадигма, фундаменталистская установка, она переживает глубокий кризис, перманентный кризис. Мы поняли, мы поняли, что вероятно, вероятно, нам не удастся найти фундамента не для физики и даже не для физики и не для математики даже. Я не буду сейчас это развивать, потому что об этом будет еще много говориться впереди, я просто намечаю канву, и это крайне важно. Вот смотрите, ситуация физики, цитаты физики. я ищу фундамент, понимаю его классически. Фундамент это элементарные частицы, которые далее не разлагаются. Классическое представление о фундаментальных основаниях мира. Хорошо, вот я дошел до очень глубокого уровня, и открыл частицы, назовем их ритмонами. Я скоро поясню, почему так называются ритмонами. И вот я догадываюсь, что эта элементарная частица потенциально не в моей системе отчета, а может в другой системе отчета не потенциально действительно содержит в себе Вселенную. Я говорю на языке парадоксов сейчас, да? Запишу себя. Ультрамалое содержит ультрабольшое. Ультрамалое содержит ультрабольшое. то, что в моей системе отчета элементарная частица, в другой системе отчета Вселенная. Вот наша медагалактика для внешнего наблюдателя может быть элементарной частицей. Вы чувствуете, как это парадоксально, как это странно, но вот что мы вынуждены признать с позиции теории Фридмонов, что вынуждены сказать в связи с проблемой фундамента. Заберите, что Фридмоны названы так в честь русского математика и физика Фридмана Александра Александровича, который открыл расширение Вселенной. Хорошо, я искал простое и вместо простого открыл невероятно сложное. Вы понимаете, да? Установка была на абсолютную красоту а мной обнаружена нещербаемая сложность. Ушел вот этот последний предел, которого я хотел достичь, который меня манил, и обернулся бесконечностью. Вот очень характерная ситуация для науки. Фундаментальная. это значит простое. Фундаментальная значит элементарное. Фундаментальная значит изначальное. А начало они предполагают именно простоту. Вот вы видите у себя, что фундаментализм связан с идеалом простоты. Простоты. говорили всегда, что Бог прост, что природа проста. Природа проста. И прежде всего проста в своих основаниях, проста в своем фундаменте. все наоборот. Вот знаете, такая инверсия. Инверсия смысловая и ценностная инверсия. Простота обернулась сложностью. Нечто подобное мы с вами и наблюдаем в математике. Математика, которая перетендовала на очень надежные основания, эти основания потеряла. И что же делать ученым? А вот так и жить. вот вы знаете, представьте себе, мы строим как бы невесомости. Вот нет под нами твердой базы. А строим и то, что выстраиваем работает и имеет большую познавательную ценность. Замечу вот наперед, чтобы вы как-то материал скоррелировали, да, что вот отказ от фундаментализма, он связанный с отказом от однозначности, естественно, так? Мы понимаем сейчас, что в природе много знаете, чего? В природе много иррегулярностей. Иррегулярность, иррегулярная, иррегулярная, два R, да? Мы привыкли считать, что природа регулярна, регулярна, что природа правильна, правильно, да, и в своих основаниях, и в тех средствах, которые мы выводим из этих оснований, и которые сама природа как бы выводит уже не как средствия, как какие-то структуры, исходя из простого фундамента, да, мы начинаем понимать, что в природе вот много, скажем прямо, ну, вот неправильности, неправильности, да, мы хотим найти симметрию, находим асимметрию, мы хотим найти пропорции, а обнаруживаем диспропорциональность, мы природу идеализировали, считая ее вот, очень такой вот красивой, и строгой, ну, да, она красивая, да, она где-то строгая, но вот есть и этот, этот момент, то, что я называю дефектами, или изъянами, а лучше всего здесь использую слово погрешность, погрешность, да, не только наши приборы, вот, могут работать с погрешностями, в самой природе эти погрешности имеются, почему хорошие гены, включаясь, могут дать очень дурной венотип, да, правильно, да, мутация, и все, и даже, и это может быть не мутация, просто какие-то сбои в развитии, спонтанные сбои, эманентные сбои, и мы видим не то, что заложено было в генотипах, так, природа полна погрешностей, и вот есть, есть даже специальное понятие для этого, понятие фалибилизма, если пишем это слово, мы к нему вернемся, фалибилизм, две буквы пишутся, это английского слова, да, вот, но если хотите, это философия погрешности, это философия, который исходит из того, что вот вместо ясности и простоты мы в природе постоянно встречаемся с какими-то вот, еще раз повторяю, флуктуациями, мутациями, отклонениями, фалибилизм, это теория ирегулярного, теория неправильного, теория ошибок, ошибок, которые допускают и ученых, но и природа тоже допускает, понимаете, вот, наука хочет все расставить по ранжиру, наука любит мыслить линейно, любит выстраивать классификации с жесткими ячейками, оказывается, что мир устроен гораздо сложнее. Но вот другая тенденция альтернативной классики, это тенденция на плюрализацию, на плюрализацию. Мы с вами говорили о так называемом методологическом редукционизме. И мы уже тогда отметили, что здесь имеется опасность унификации. Что такое унификация? Унификация – это когда разнообразие нивелировано. Унификация – это ложно понятый монизм, монизм, моно, одно. В Сеноке говорят на одном языке. В Сеноке имеют единые стандарты. Да, замечу, что идеал единства играл огромную роль и играет и сегодня. Мы говорим природа единая, мы говорим мышление единое, мы хотим и ногу сделать единый, единый. Но дело в том, что единство мира, которое, конечно, и наличествует, но не может отрицаться, не должно пониматься как единообразие. Давайте я там запишу. Что такое единобразие? Единообразие – это отсутствие различий, это отсутствие уровневых подразделений, уровневых градаций. это плоский, монотонный, скучный мир. Слава Богу, мир устроен гораздо сложнее, мир, несомненно, ярче, чем это кажется унифицирующему мышлению, и слава Богу. сегодня мы исходим из того, что хотя мир един, хотя мир един, но тем не менее, тем не менее, вряд ли возможно создать науку, которая бы, единую науку, которая бы вот этот мир описала на языке, на языке унифицированном. Мы исходим из того, что должно быть много языков внутри науки, много стандартов внутри науки. гуманитарные науки вовсе не обязаны зависит от стандартов у наук точных, совсем нет, совсем нет, да. Вот, короче говоря, установка на лидерство естествознания, желание потянуться под уровень этого лидера, это все сегодня устарело, устарело, да. Что такое плюрализация? Плюрализация, это много вместо одного. Это полифония вместо монофонии. Это полиморфизм вместо мономорфизма. Это информационное разнообразие. И очень хорошо, что оно проникает в науку. Эти две тенденции на отказ от фундаментальности и установку на плюрализацию они между собой связаны. Вот хочу сказать в заключение, что вот я буду их сейчас друг к другу навязывать. Вот по поводу поиска фундамента. каковы каковы здесь результаты? Ведут сейчас такое понятие, запишем мы себя, это очень популярная литература по философии науки, трилемма Мюнхгаузена. Трилемма Мюнхгаузена. Дилемма это когда две ситуации сопоставляются, трилемма когда три, когда путь не двоится, троится. Вот что такое трилемма Мюнхгаузена? Я ищу основания, чтобы построить надежное здание науки. Я руководствую требованием абсолютного обоснования. я имею в виду абсолютного обоснования. Я здесь закрываю проблему сейчас. Что мы здесь получаем? Три возможности, три решения. Я нашел основания. Помните, я говорю про бесконечный регресс? Но в это основание должно подавить еще одно основание. Я дал простое определение, но я должен определить слова, из которых построено это определение. Значит, поиск бесконечного регресса, первое, поиск абсолютного фундамента, это ведет к бесконечному регрессу. Если у меня уже чувствуется мое утомление, простите, пожалуйста. Это первая возможность. Второе, в поисках этого фундамента, определяя одно через другое, научность через рациональность, рациональность через научность, мы можем оказаться в замкнутом кругу. Пишем, да, логический круг. Логический круг. Так. Когда мы оказываемся в некотором кольце и выйти из него не можем. И мы явно чувствуем, что этот круг познания, он замкнутый, и нам не удается его как-то разорвать. Это очень эффективно двигаться по кругу, повторяя одно и то же, дублируя одни и те же ситуации. Это если третья возможность, третья возможность, вот мы ищем обоснования, у нас это не получается, и мы эту цепочку войска произвольно обрываем, договариваемся, что то, что мы нашли, это нас устроит. Хотя мы понимаем, что надо идти глубже. Нет. Останулись произвольно, произвольная остановка. Итак, три возможности. Бесконечный регресс. Раз. Логический круг. Два. Произвольный обрыв в познавательной цепи. Три. Вот три трагедии, три неудачи, три провала, три варианта катастрофы в поисках этого абсолютного обоснования. Этим я закрою проблему гундаментализма. Если говорить про гундаментализм, то я скажу, что здесь наметились крайние позиции. Но мы будем много говорить с вами еще в будущем, опираясь на работы Пола Фейерабинда. Зависим сейчас фамилию Пол, имя Фейерабинд. Фейерабинд. Один из ярчайших методологов внуки. Вот Фейерабинд это апологет абсолютного плюрализма. Тезис у него основной, его креда, у Достоевского взаимоснованного науки все дозволено. Науки все дозволено. Наука может даже заниматься мистификациями, наука может творить свои мифы. Если это перейдет к каким-то интересным результатам, то никаких норм, никаких ограничений, никаких рамок не нужно. Вот все дозволенности. Это крайняя позиция концепции связанной с тенденцией плюрализации. Но я, конечно, последняя, и на этом я сегодня завершу свою лекцию, тенденции замыкания ноги в себе, интернализм, сегодня мы противопоставляем другую тенденцию, очень ярко обнаруживавшуюся. Это экстронализм, экстронализм, это связь науки с социумом. Я не буду эту тему разбивать подробно, потому что она, мне кажется, все-таки вторична для нашего курса. Но скажу кратко, уже античность поняла, что общество может быть заказчиком или хотите инициатором каких-то научных разработок, это вполне понятно. Уже во времена античности математика как-то была связана не только с землемерием, как это было в случае с геометрией, математикой, с ее логикой, с ее строгим языком, она была образцом для красноречия искусства аргументации, его это искусство задействовали и политики, хорошо знавшие математику, аргументировать свое положение доказательно, четко, строго. Математик развивался и в силу того, что была потребность такой аргументированности. Ну а возьмите на мер развития науки в эпоху капитализма. Ясно, что успехи производства, прогресс производства инициирует научные мысли, появляются опять-таки заказы, пускай прикладные, но в рамках прикладных разработок можно развивать и теории и так далее, и так далее. Хорошо, что же можно сказать, как уже последние года, что у нас было? Был у нас поиск фундаментальных обоснований. Этот поиск, не скажу, что навсегда, на сегодня фактически прекращен. Сегодня мы руководствуемся не фундаментальной обоснованностью, а знаете, чем мы руководствуемся? Эффективностью. Вот мы нашли эффективный прием для решения проблем. И хорошо. Эффективность. Тут есть момент туристарности, тут есть момент конвенциональности. То есть мы договорились считать это тем, что заменяет фундамент, тем, что заменяет основания. И нам не нужно думать о том, чем эта эффективность глубинно поддержана. Есть ли такая глубинная поддержка? Или это просто приемы? Прикладные приемы? Инструментальные приемы? За которыми не стоит какая-то антологическая глубина. Мы придумали такой инструмент, он работает, успешно работает. И прогнозы мы даем хорошие, и теорию развиваем, и выходы в практику у нас замечательно имеются. Дальше. Мы в прошлом стремились редуцировать науку к некоему монистическому виду. МОНО. Науки едины, да, мы понимаем, что они описывают разные области, разные уровни бытия, но тем менее, мы применяем к ним одни и те же стандарты. Сегодня, мы понимаем, что много есть стандартов, есть много идеалов научности, плюрализация. Дальше. Для классической науки характерна строгость. Давайте это понятие закрепим через понятие ригоризм. Ригоризм, так, это что-то суровое, что-то связанное с жесткой дисциплиной. И ригористический подход, это подход, исключающий какие-либо послабления, какие-либо уступки. Если ты заблудователь в ненаучности, то выгоняешь из цеха науки раз и навсегда. Сегодня, сегодня мы утверждаем, что терпимость совсем не лишнее дело, даже и здесь. Терпимость, толерантность вместо этого сурового, мрачного, жесткого ригоризма. То есть, санука становится более гибкой, более адаптивной. Ну вот, вы чувствуете, даже на уровне чисто эстетическом, что идеалы классической науки очень не похожи на идеалы неклассической науки. Сравнивать эти идеалы друг с другом нужно, конечно, но это сравнение не должно все-таки, на мой взгляд, носить характер субъективно-ценностный. Почему? Потому что вот за этим переходом от классики к неклассике стоит процесс объективный. мы с вами вышли на такие уровни реальности, такие уровни реальности, мы шли объективно, не потому что мы в чем-то старом разочаровались. Сам прогресс науки нас вывел в такие области, где классические понятия, классический язык, классические идеалы перестали работать. перестали работать. Аналога должна быть адекватной своему предмету. Предмет изменился, предмет изменился, так. И вот нам надо, нам надо к этому адаптироваться. И мы создаем новые идеалы, создаем новые стандарты, разрабатываем новые нормы. И мы видим, как разительно они похожи друг на друга классические и не классические. Мне хотелось, чтобы вы все время держали в сознании этот контраст. Этот контраст, так. Как никак Отечество пережило революцию и в своем понимании мира, и в своем подходе к миру. То есть ломалась картина мира и ломался стиль мышления одновременно. И наш сегодняшний разговор очень полезен в плане того, что мы видим четко от чего к чему шел человек. Вот это можно и закончить.